Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за организацию теракта в Лондоне. Вчера преступник-одиночка протаранил толпу на автомобиле, зарезал ножом полицейского, пытаясь пробраться в парламент и был застрелен. Кроме него погибли еще три человека. 29 раненых остаются в больницах. Оксана Кундеренко следит за происходящим в Лондоне. У нее узнаем последние новости. Халид Масуд, 52-летний уроженец графства Кент, это имя террориста-одиночки, который раньше попадал в поле зрения спецслужб из-за экстремистских взглядов и ношения холодного оружия. Именно он убил трех человек и ранил еще три десятка в центре Лондона. Мы ведем очень тщательное расследование, выясняем мотивы преступника, его круг друзей и знакомых, потенциальных соучастников. Во всей Великобритании траур. Флаги приспущены, в церквях проходят памятные мессы. Даже заседание палаты общин депутаты начали с минуты молчания. Несмотря на то, что именно парламент стал местом атаки, он сегодня работает в штатном режиме. Вчерашний террористический акт пытался заглушить голос демократии, но сегодня мы снова на работе. Мы не боимся и не сдадимся перед лицом террора. Террорист пришел на место, где собираются люди всех культур и национальностей, где чувствуется дух свободы. Поэтому это нападение на свободных людей. У Скотланд-Ярда зажгли вечный огонь в память о полицейских, которые погибли на посту. 48-летний Кит Палмер, офицер и глава семьи, получил смертельные ранения ножом у входа в парламент. Айшу Фрейд террорист сбил машиной, когда она шла забирать детей из школы. Погиб также американский гражданин Курт Кохран, его жена в критическом состоянии. На Туманном Альбионе они отмечали годовщину свадьбы. Любой турист, который приезжает в Лондон, идет к этим достопримечательностям. Вот знаменитое колесо обозрения London Eye. Напротив здание парламента и Биг Бен. Только ленивый не фотографируется на их фоне. Вчера здесь было много людей со всего мира. Именно поэтому среди раненых 12 британцев, четверо корейцев, трое французских детей, двое румын, двое греков, итальянец, ирландец, француз, немец, поляк, китаец и американец. Французские школьники, которые были в составе группы, уже отправились домой. В Лондон даже прибыл лично министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро и проведал детей в больнице. Госпиталь Святого Томаса находится напротив парламента, через реку Темзу, на другой стороне Вестминстерского моста. Именно сюда попали большинство пострадавших. Именно здесь им сейчас оказывают медицинскую помощь. Чиновники не перестают восхищаться молниеносной профессиональной реакцией медиков, которые справились с экстренной ситуацией, с наплывом раненых и, безусловно, спасли многие жизни. Чтобы убедиться, что жителям и гостям Лондона ничего больше не грозит, эксперты изучают каждый миллиметр парламентской площади. Группа следователей на коленях прочесывает территорию и ищет любые вещественные доказательства. И хотя место теракта по-прежнему перекрыто, к полицейским кордонам уже несут цветы, свечи и записки, чтобы почтить память случайных жертв и тех, кто сознательно отдал жизнь, чтобы сохранить ее другим. Мой папа служит в полиции, и я решила, что важно высказать свое сочувствие в этой ситуации. Ведь эти люди делают тяжелую работу ради простых граждан. Полиции на улицах по-прежнему много, патрулируют британскую столицу вооруженные правоохранители, но Лондон возвращается к нормальной жизни, оцепление постепенно снимают. И вот, наконец-то, в Эсминстерский мост открыли, по нему идут первые люди, и мы среди этих первых. Очень странно сейчас находиться на месте, которое стало местом теракта, где погибли люди. Здесь обычно очень-очень много людей, сейчас пусто, но, несмотря на это, первые прохожие, даже вот люди с колясками, с детьми, идут по мосту. Украинский студент Андрей учится неподалеку. Он восхищен работой стражей порядка. Нет, не страшно, потому что я знаю, что здесь высокие меры безопасности, поэтому все говорят, чтобы мы не беспокоились. И парламент работает, все работает. Полицейские убеждают, что все позади, инцидент исчерпан, и сообщников у Масуда не было. Он вдохновлялся исламистскими атаками по всему миру и, скорее всего, общался с радикалами. Но это еще предстоит выяснить, пока обыскивают его дом, изучают данные с телефонов и компьютеров. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.